Всем добрый день! В сегодняшнем ролике я вам покажу три очень интересных места для отдыха лискинцев. Это парк, сквер и новая лыжероллерная трасса. Мы приехали к скверу Горки, он расположен в районе интернат по улице Коминтерна. Сквер Горки очень масштабный для лисок проект и делается он в несколько этапов. Первый этап, по-моему, года два назад была сделана вот эта территория, по которой сейчас я иду. Это входная группа такая парадная, много дорожек для прогулок. И все дорожки стекаются к огромной площадке, на которой расположен детский комплекс в виде корабля. Сейчас пройду и вы его сами увидите. А вообще у меня есть на канале ролик, наверное, года полтора назад я его делала. Оставлю ссылочку под роликом в описании. Пройдите, посмотрите, кто не смотрел. Там интересный ролик про аллею, которая плавно перетекает вот данный сквер Горки. Здесь всегда можно встретить людей и особенно детей, несмотря ни на время года, ни на день недели, ни на погоду. Вот и сегодня. Сегодня будний день, обед, а все равно встречаются прохожие. Потому что здесь, правда, очень приятное место. Высокие сосны. Они дают, конечно, такой вот уют. Ну и мы приехали посмотреть, как сейчас продолжается строительство второго этапа данного объекта. Я иду к месту, где начинается трасса для тюбингов. Я вообще в восторге. Когда я это увидела, у меня просто захватило дыхание, что у нас в Лисках делается вот такое. Я не знаю, кто может быть равнодушен к этому или как-то кто-то еще критиковать может. Мне кажется, что это просто восторг. В таком маленьком городке, как Лиски, делается такой объект. Трасса достаточно длинная. То есть дети будут подниматься по лестнице. Сейчас я вам покажу. Там строится великолепная каскадная лестница. Очень красивая. И она же будет служить и подъемом для детей, которые будут спускаться по тюбинговой трассе. И затем забегать по лестнице и опять приходить в начало этой трассы. Ну а эта беседка – излюбленное место для фотосессий. Вообще здесь очень красивое место, так как здесь возвышенность большая. Белая беседка. Здесь всегда фотографируются молодожены. И вообще уже, наверное, все жители города Лиски сфотографировались в этой беседке. Ну а вот и план. Благоустройство сквера. Второй этап. Здесь прекрасно все видно. Где тюбинговая трасса. Где каскадная лестница. Внизу каскадной лестницы – большая площадка с благоустройством. Но сейчас вам все покажу. Вот она, каскадная лестница протяженностью 46 метров. Кроме того, здесь установили уже лавочки, урны, навес с качелями. Монтируется уличное освещение. Также лестница упирается в открытую площадку. Ее площадь 800 квадратных метров. Поверхность ступеней уже отделана. Это даже не знаю, что это такое за отделка. Это не плитка. Это какая-то мраморная крошка. Прям покрытие мраморной крошки. А под ступенки еще не отделаны. Лавочки и урны потрясающие. Красоты и качества. Их прям хочется вот так вот потрогать, погладить. Они классные. А какой фонарный стол. Посмотрите на его изгиб. Какой он красивый. Интересно, какие фонари повесят. Лавки потрясающие. Также обещают здесь поставить слово горки. Высота каждой буквы будет 2 метра. А длина всей надписи 8 метров. Ну а здесь заканчивается тюбинговая трасса. Вот здесь, как я вижу, делают ограждение. Я думаю, что будет просто супер. И очень надеюсь, что уже к этому зимнему сезону уже их откроют эту горку. И мы с удовольствием тут будем гонять. И не только мы, а все лискинцы. Ну а здесь на краю, скажем так, второго этапа строительства мы стоим. И видим, какие там еще предстоят работы. Потому что сквер горки будет продолжаться до озера Богатое. И заканчиваться он будет набережной. Работы, конечно, здесь еще очень много. Но мне очень понравилось. Вообще все, что здесь происходит, делается все очень красиво, современно. Из каких-то вот красивых новых материалов. Работы продолжаются. У нас еще долго будет тепло. И все работы второго этапа будут закончены. Вот с этого ракурса хорошо видны петли тюпинговой трассы. Но ведь красота же! Ну а сейчас мы приехали в район Мелбугор по улице Матросова. Сделали, здесь уже закончены работы. Ну совсем недавно. Этим летом сделали вот такой вот сквер для жителей данного района. Раньше здесь было не очень приглядное место. Как вы видите, большая территория. Она была заросшая каким-то бурьяном. Стояли железные советские горки. Ну в общем, не очень было красиво. А так как это один из въездов в город Лиски, через Мелбугор, когда заезжаешь в город, то все и гости города, и мы сами заезжали, и приходилось все это видеть. Ну а сейчас, ну глаз радуется. Посмотрите, сколько дорожек. Для местных жителей действительно очень был, я так думаю, необходим этот сквер, потому что ну абсолютно негде было прогуляться с детьми. Для просто, просто походить с коляской, с детской, просто прогуляться с ребенком, ну практически негде было. А сейчас я думаю, что жители района должны быть очень довольны. Столько дорожек, несколько детских городков для разных возрастов деток. Район Мелбугор – это район города Лиски с исключительно частной застройкой. Также здесь поставили новую остановку. Здесь останавливается транспорт общественный. Я очень надеюсь, что эти елочки не затопчут, и что они когда-нибудь вырастут в огромные красивые ели. Ну а березы сейчас уже радуют народ, который прогуливается по данному скверу. Ну а мы продвигаемся в сторону нашего дома и заехали посмотреть новую лыжероллерную трассу, которую построили в районе сахарного завода в восточной части города. И что очень радует, что она расположена недалеко от нашего дома. И, наконец-то, для наших детей будет место, где покататься на велосипедах, на роликах, на самокатах. Мы здесь первый раз с мужем, хотя уже просто наша дочь все уши прожужжала про эту трассу. Она, ей вот 10 лет, она со своими друзьями, подругами постоянно в свободное время туда ездит сами самостоятельно от дома до этой трассы. И там проводят очень много времени. Ну, действительно, потому что на наших новостройках ну нет такого места, где можно классно покататься, чтобы не было машин, ну и чтобы было ровное покрытие вот такое. Конечно, такое место очень необходимо всему нашему району. Мы рады и благодарны, что в нашем районе сделали такую трассу. Я просто уверена, что она будет очень востребована среди местных жителей и взрослых, и особенно детворы. Мы прогулялись по дорожкам. Что мы здесь увидели? Что дорожки уже все сделаны, нанесены все белые линии. Я не знаю, как они правильно называются. Также начали делать ограждения на поворотах, на изгибах дорожек. Фонарные столбы. Дорожки смонтированы. Ну, даже не знаю, есть ли сейчас уже в темное время свет или нет. Вот. И я не увидела только никакой входной группы, а также какого-то плаката, вывески со самой схемой данных дорожек. Я очень надеюсь, что это еще просто не доделали. И она очень нужна, потому что нам было непонятно, куда они ведут эти дорожки, какой они длинны. И вот так вот мы с Сашей прогулялись, своими глазами посмотрели, какие объекты уже сделаны, новые, какие делаются для людей, для жителей города Лиски. Я жду ваших комментариев. А на сегодня с вами прощаюсь. Всем пока-пока. и скоро увидимся.